Какие сложные ситуации возникают, когда два человека, он и она, сходятся между собой? В истории мы наблюдаем такую картину, что часто женщина была просто рабыней в полном подчинении у мужа. И вообще почти никто по своим правам. Это одна крайность. Вторая крайность, которую сейчас с очень большой силой, не сейчас, а уже достаточно давно, уже, может быть, два столетия, когда женщину представляют таким образом, что она становится не просто равноправной, как об этом говорили, а даже приобретает доминирующее значение в семейной жизни. А где истина? А что правильно? Вы знаете, христианство в этом отношении сказало слово, которого до него не было, потому что, как вот мы сейчас с вами сказали, была идея монархизма, скажем, когда монархом был муж. Возникла идея и демократии, и равноправия, которая всем нам хорошо известна. Какая модель лучше? Спрашивают в христианстве. А оно отвечает – никакая из этих моделей не хороша. А какая же тогда хороша? Разве есть третий вариант какой-то? Это интересно! Какой же, может быть, третий вариант? Мы не придаём значения подчас тем словам, которые мы находим в Новом Завете и в Евангелии, и в посланиях апостольских. А там содержится одна мысль, которая совершенно изменяет взгляд на брак по сравнению с тем, что было во все исторические времена и сейчас. Апостол Павел говорит о том, что муж и жена – это становятся единая плоть. Посмотрите, а в плоти что... Посмотрите, какие отношения между различными частями тела? Ну, они все, конечно, едины! Нельзя сказать, что тело составлено из частей. Автомобиль – ну да! Телега – ну, конечно! А тело? Множество, кажется, членов! И в то же время никто никогда не может сказать, что тело составлено из руки, ноги, головы и так далее. Скажу, что за вздор! И верно! Это вздор! При наличии многих членов, тем не менее, это единое одно тело! И вот христианство говорит, что брак – это не просто, во-первых, соединение двух человек. Брак – это вовсе не какая-то монархия, где один должен подчиниться подчиниться другим. Ну и, допустим, жена должна стать рабыней тому же. Это вовсе и не демократия. Какого рода демократия? Когда это полное равноправие, и каждый, что хочет, в конечном счёте, то считает! Это такое равноправие, к чему приводит. Если про монархию, конечно, вопрос решался железно, говорил он, и семья сохранялась только потому, что её просто нельзя было разрушить, как каменную стену нельзя разрушить. В демократии же, что происходит, когда говорит он и говорит она? А у нас равные права, и как дальше быть? Начинается спор, кто кого победит, у кого какая натура, у кого какие рычаги воздействия, и начинаются такие раздоры, такие неполадки, такие войны, которые очень часто, сейчас, с течением времени, всё чаще и чаще приводят к полной катастрофе семьи. Христианство сказал – это неверно! Ни монархия и ни демократия! Здесь есть только один нюанс, но он чрезвычайно важный. Да, женщина в семье такая же, как? Такая же? Да! Почему, какая такая же? Не просто другой член семьи, как это мы постоянно говорим. Да нет! Это не член семьи, как и ты не член семьи, а вы одно тело! Интересно, как относится наше Я к нашему тело? Ответ – никто никогда свою плоть не возненавидел, но питает и греет её! Оказывается, отношение между супругами строится на идее единства. Но в этом единстве должен же быть какой-то порядок. Там, где нет порядка, там следует анархия. Где анархия, там всё распадается, разрушается. И вот здесь есть другой прекрасный образ, который очень хорошо показывает христианский взгляд на семью, на брак. В чём он заключается? Образ этот можно представить в следующей картине. Знаете, у человека есть ум, голова, есть сердце, орган, которым всё живёт. Причём под сердцем, разумеется, как и под головой, разумеется, голова – не мозг, а голова, то есть ум. И под сердцем, разумеется, не просто орган, который качает кровь, а именно как орган жизни, переживаний. Так вот, образ в данном случае этот говорит о том, что действительно по самой природе, если взять в целом, статистически взять, не индивидуально, конечно, в целом, то действительно мужчина, он больше живёт головой. Его рацио является всегда первичным в его жизни. Женщина живёт больше сердцем, чувством. Это верно, но эти два органа совершенно необходимы для жизнедеятельности всего организма. И вот здесь их даже не соподчинение, я бы сказал, а необходимое, правильное соотношение между собою должно иметь место. В противном случае никакого толку не будет. Представьте себе человека без сердца. Мы все содрогаемся даже. И когда хотим что-то сказать о человеке ужасное, мы говорим, он без души, он без сердца. Это действительно ужасно. Но, а если уж без ума, то мы тоже знаем, куда, в каких домах находятся эти люди, в каких больницах. И то, и другое. То, и другое необходимо. И как же возникает теперь практический вопрос? Вот семья. Решается какой-то действительно, может быть, серьезный вопрос, может быть, и не очень, но вопрос решается. И надо принимать окончательный вывод, что же и как мы будем, покупаем мы вот эти стулья или нет. Я хочу, чтобы купить. Ничего подобного. Так, накал, накал. Дальше. Что? Разделение между умом и сердцем может разодрать тело и выбросить их по разным сторонам? И вот здесь, вот здесь мы видим ту заповедь, которая, которая дана действительно изначало человечеству и подтверждена самим Иисусом Христом. И она оправдывается жизнью, что когда уже дело доходит до окончательного принятия решения, то здесь, здесь уже требуется голос ума. То есть, то есть, требуется подчинение, чтобы сердце подчинилось в конечном счёте требованиям ума. Ну, и мы сами знаем, как иногда что-то очень хочется, а нам говорят – это не полезно. Вот это само, а сама же сердце, оказывается, она должна контролироваться всё-таки умом. Но ум должен оживотворяться сердцем. Если ум без сердца, ещё раз повторяю, это ужасное дело! Это ужасно! Всё время приходится повторять, напоминать известный очень роман одной английской писательницы Шелли, Франкенштейна, где она изобразила, главного героя Франкенштейна, изобразила это вот существом, потому что человеком даже назвать его трудно, который не имел сердца. Не как органы, я говорю, а как то, чем человек может любить, проявлять милосердие, сочувствие, великодушие и так далее. Если этого нет, это ужасно! Но оно, это действие сердца, оно же, понимаете, но требует чего? Обязательно требует разумности, безразумности сердца превратиться в хаос! Наша вся жизнь будет хаос прям полный, если будут только одни влечения, одни желания, одни чувства! Вот таким образом, таким образом может упорядочиваться жизнь, жизнь семьи! То есть, кажется, первое и необходимое. Это действительно единство! Но это единство должно осуществляться по какому образом? Точно потому, по которому осуществляется это единство в нашем человеческом естестве по образу ума и сердца. Что-то хотим, что-то желаем, к чему-то влечёмся, а разум что говорит? Иногда говорит, да, правильно! Иногда, так это же глупость! Раз и можно! Мы себя погубим! Видите, как мы устроены! И вот христианство призывает именно вот к этому, призывает, значит, к какому, кстати, отношению между мужем и женой? муж должен относиться к жене так, как относится к своему телу, который никто никогда не бьёт, не режет и не причиняет специально каких-то страданий. В общем, принцип, даже я не говорю, что любви, даже любви. Ну, что говорить? Разве мы по любви, что ли, едим и пьём, одеваемся, в мороз теплее, в жару напротив. Даже словом любовь нельзя назвать! Это естественно! Вот, если мы хотим, то именно к такой картине именно призывает и христианство, когда речь идёт о браке. Вот, какова должно быть! Прекрасно мы, конечно, понимаем русскую пословицу такую, такую мысль, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Какие же это овраги? Овраги нашей страсти! А я не хочу, и всё! И всё! Вот, где оказывается беда! Вот, где оказывается корень всего того, что действительно разрушало и разрушает семьи человеческие! Буквально уничтожает их! Какова картина на данный момент, это более-менее всем нам известно! Говорят, что статистика просто не только страшная, а уже угрожающая вообще даже нашей общественной жизни, потому что семья – это же семечка, это клеточка, это основа, это закваска общественной жизни, есть и не будет правильной семейной жизни, во что превратится общество? Да и мы знаем, что происходит, всегда происходит, когда разрушаются семьи. Как это отрицательно действует на всю деятельность человека! На всю! Просто разрушительно! Так вот, христианцы обращают при этом внимание на то, что источником как брака, так и его разрушение являются в конечном счёте наши страсти. В каком смысле страсти? Ведь слово страсть – это страдание, слово страсть – это чувство! И эти страсти недаром делят на положительные и отрицательные. Ведь можно даже и самую возвышенную любовь назвать это страстью по Богу. Можно и самую безобразную и то же самое. Так вот, но всё, как сказал один наш хороший мыслитель Иоанн Васильевич Кириевский, страстью всё живёт, а умом всё управляется. Христианство призывает к тому, к тому, чтобы, если мы говорим о чисто хотя бы такой внешней стороне, поведенческой стороне, то оно призывает, всё-таки призывает к тому, что в решении всех вопросов в конечном счёте подчинение должно быть разуму, но не чувству. А если мы скажем так, то мы понимаем, что в конечном счёте, каким бы ни были мы, но в конечном счёте христианство призывает к чему? К тому, чтобы человек научился хотя бы немного бороться с самим собой. Самое трудное, конечно, это победить свои влечения, победить свои страсти, но в семье без этого невозможно жить. Семья будет разрушена, если она не будет жить по тому началу, который предлагает и который проповедует христианство. Там, где нет понимания того, что такое страсть, нет понимания того, что совершенно необходимо бороться, оценивать, трезво оценивать свои влечения, свои эмоции, свои чувства, без этого понимания, конечно, ничего положительного достичь просто невозможно. И вот, в связи с этим, в связи с этим возникает очень такой важный вопрос, что же должно быть началом, так сказать, ну, твёрдым началом и твёрдым основанием семьи? Конечно, мы все часто произносим такое очень приятное слово – любовь, любовь. Где она? Где она? Надолго ли она? О какой любви идёт речь? Какой серьёзнейший вопрос! Христианство говорит, что есть два вида любви. Одна любовь, вот эта, о которой мы все постоянно говорим, слышим, видим по всем средствам информации и так далее, то есть, которую, можно быть, назвать, ну, влюблённостью, что ли, какой-то. И здесь могут быть очень-очень большие дистанции от низшей до высшей точки, может быть, и самые отвратительные, и, может быть, действительно, что-то светлое, романтическое, но даже самое светлое, что это есть? Это есть ничто иное, как инстинкт жизни, а вовсе не то, что христианцы называют любовью. Инстинкт жизни, который присущ всем тварям земным, всюду, все летающие, ползающие, бегающие и так далее, все имеют этот инстинкт, в том числе и человек. Да, и здесь он по своей низшей природе человек, он тоже подчинен этому, этому инстинкту, который действует независимо от разума. Разум тут ни при чем. Это требование природы и больше ничего. И часто во что он превращается? Этот инстинкт довольно быстро может угаснуть. и что же дальше? Мы переходим к чрезвычайно важному моменту. Христианцы говорят, что не может быть любви по существу ни инстинкта природы, который вспыхнул и угас. Ну, посмотрите на всю эту романтическую любовь. Очень многие переживали. вспыхнуло и угасло. Сегодня любят друг друга, завтра, Боже мой, просто ненавидят даже! Какой ужас! Вот это закон всего того, что является низшим для человека. Если кто основывается только на этом, то тому грозят очень часто самые печальные последствия, если он не перейдёт к пониманию другой совсем стороны жизни, которую призывает христианство. Прямо так и хочется сказать, что христианство – это не что-то особенное. Вот там, мусульманство, там буддизм, там кришнаизм, а это, говорит, христианство. Да ничего подобного! То, о чём мучает христианство, это не специфика просто христианского мировоззрения, а христианство просто открыло то, что является законом нашей человеческой жизни. Ну, точно так же, как когда мы говорим, что кто-то открыл какой-то закон. Ну, разве это закон Ньютона, что ли? Хотя мы говорим, что это Ньютон закон. Яблоко упало на макушку, да? И теперь закон Ньютона, да? Да нет, он только открыл, он только его обнародовал, обнародовал только всего, так и христианство по своей сути, по всей сути предлагает не своё что-то узкоспецифическое, какое-то понимание вопросов, нет-нет, а оно даёт, а даёт то, что присуще правильной жизни человека. Те законы, те требования, те заповеди, которые присущи христианству и которые проповедуются, написаны, которые говорил Христос, это есть, это есть не что-то его точка зрения, а это есть закон нашего бытия, просто открытый, почему столь важно христианство. Оно открывает самую суть человеческой жизни и в данном случае говорит о какой-то другой любви, говорит о любви, да, говорит, сам Бог есть любовь, это дух, который есть Бог, дух, а не существо, которое имеет какие-то формы, Бог, любовь есть, оказывается. Что, о чём это говорит? О том, что, оказывается, самой сутью нашей человеческой жизни является вот этот закон любви. Какой? Какой любви? Что это такое? Влюблённость? Знаем. А что ещё может быть? Если мы обратимся и к самому Евангелию, и особенно к тому, что говорят опытнейшие психологи, я бы так назвал святых отцов, – это опытнейшие психологи, это же не просто что-нибудь, знаете ли, люди, просто умные, а это опытнейшие, то есть, что значит опытнейшие? То есть, которые прошли этот путь познания, прошли на самих себе, испытали и пришли к соответствующим выводам. И вот, что же они говорят по этому вопросу? Если подойти, если внешний человек посмотрит, он даже, вы знаете, может отвернуться. Почему? Странное дело! Они говорят, что вот это наша обычная любовь, которая столь прекрасна, которая соединяет людей, которым всё так хорошо. они говорят, что это ещё не любовь! И это, как говорил один наш профессор Московской Духовной Академии, священник Павел Флоренский, он даже говорил, это переодетый эгоизм. Как такой эгоизм? А так! Сегодня я тебя люблю, а завтра ты меня уколола или уколол, и я тебя ненавижу. То есть, я люблю тебя тронуть до тех пор, пока ты мне приносишь приятное. Как только хотят что-то справедливое и верное, но неприятное мне, всё, вся моя любовь тут же испаряется, как туман. Он говорит, это переодетый эгоизм. Что такое эгоизм? Эгоизм – известность, что такое. Это чувство, если хотите, которое требует постоянного угождения мне. Эго! Я! Служение мне! Всё должно служить мне! И все должны служить мне! И если все те, кто не делает этого, ну, как я их могу любить? Ну, конечно, не могу! Слышите? Так вот, святоотеческая мысль о чём говорит? Что вот эта вот обычная любовь, благодаря которой, да, даже осуществляется брак и семья, это есть некая тень только, тень настоящей любви, которая может оживотворить всю жизнь человека. Это тень только! А истинная любовь, она возможна только на пути полного преодоления, если хотите, побеждения своего эгоизма, под которым что, разумеется-то? Разумеется, очень интересные вещи! Сказать эгоизм – ну, это мы понимаем, что вот он эгоист! Всё! Лишь бы ему! И только! Понимаем, подчас очень элементарно! На самом деле, за этим словом, в святоотеческом наследии стоит то, что действительно, чем мы буквально живём, но мало обращаем на это внимание. они назвали это страстями. Вот страстями, разумея, такие свойства, которые проявляются в человеке и самым отрицательным образом действуют на его душу. Какие страсти? Знаем! Например, возьмите тщеславие хотя бы! Возьмите! А зависть? О, Боже мой! А жадность? Ничего себе! О гордыне? Лучше не говорите! Они называют вот эти вот вещи, все эти, так сказать, наши эмоции или наши чувства, называют это страстями. То есть страстями – это что такое страсть? Страсть – страдание. Это то, что приносит страдание при своём проявлении. А оказывается, в своём действии любая эта страсть в конечном счёте обязательно приводит к страданию. Почему? Потому что это является противозаконным действием, противоприродным, или, как святые отцы так и говорили, говорили и называли называли это антиестественным, если хотите, противоестественным. Называли все эти страсти противоестественными, называли по отношению к человеку. Ну, действительно! Ну, посмотрите, зависть хотя бы! Ну, что она даёт человеку? Что даёт? Страдает от того, что у его ближнего, у его соседа, у его друга кого-то лучше, чем у него! Какой ужас! Страдает! Почему эти страдания могут доходить до такой степени, что даже в литературе мы же видим, как изображают завистливого человека, какой он весь зелёный, какие у него... Описания очень подчас интересные, да! Одним словом, что у него начинаются даже внутренние болезни и так далее. Любую страсть возьмём, любую, и мы увидим, как они калечат нас, то есть самого человека. Недаром поэтому и мы с всех отцов сводятся к чему? Что грех, то есть проявление страсти, мы называем грехом что? Когда страсть проявится, проявляет себя. Любой грех – это есть ничто иное, как калечение себя, извращение своей природы. Это нанесение раны самому себе. Вот что такое грех оказывается! Мы устроены как? Богоподобно! И вот эта прекрасная, целостная природа вдруг нарушается нами безжалостно и немилосердно, чем страстями, лукавством, ложью, притворством, обманом, лицемерием и так далее. И вот оказывается, когда христианство говорит о любви правильной, то есть истинной любви, не этом мимолетном взлёте чувств и переживаний, а именно об истинной любви, то говорит так, например, слова великого святого седьмого столетия Исаака Силина. Он прямо заявляет, невозможно приобрести любовь, он даже называет её эту нормальную, истинную любовь, называет божественной любовью, потому что она действительно богоподобна. Невозможно приобрести истинную любовь, не искоренив в себе страстей. Эта любовь, она может развиваться по мере очищения души, а может, напротив, исчезать и, в конце концов, вообще покинуть человека, если он живёт только по страстям. Закон! Это один из самых серьёзнейших законов человеческой жизни. Оказывается, перед человеком открыта вот эта возможность, эта перспектива достижения величайшего блага. Ибо даже в области, я бы сказал, человеческих отношений, простых, наших, земных, и то мы знаем, что ничего выше и прекраснее любви нет. Тем более здесь, когда мы касаемся самых глубинных сторон человеческой личности, здесь, конечно же, величайшим благом для человека, величайшим благом для него становится приобретение этой любви. Как она приобретается? Постепенно, по мере, по мере успеха, борьбы человека со своими страстями. Это всё равно, что, представьте себе, больной человек, весь, весь, ну, искалеченный, что ли, искалеченный, израненный, его начинают лечить. И по мере исцеления одной язвы за другой, одной раны за другой, человек становится всё лучше, всё легче, он становится всё более радостным. Но это естественно! Ещё бы! Воздоровление – это какое благо! Какое-то благо! Какое счастье! Так вот, христианство, видите, о чём говорит? Что истинная любовь приобретается не всплеском чувств, независимым, кстати, от нас, а приобретается сознательной, работой над самим собой. Вот как она приобретается, истинной любовью! И когда она приобретается, тогда становится для человека величайшим благом! Задача брака, задача семьи в чём состоит? Недаром у Иоанна Затауста семья называется Малой Церковью! Представляете? Малой Церковью! Под церковью, разумеется, не храм, сами понимаете! Не храм! Под церковью, разумеется, то, о чём сказал апостол, Церковь – это есть тело Христово, то есть организм Христов! Организм какой? Целостный организм, здоровый организм! Вот этот здоровый, целостный организм, он излучает из себя величайшее благо, потому что оно в нём присутствует! Семья, говорит он, это Малая Церковь! В чём же задача её? В чём задача Церкви в наших земных условиях? Церковь, говорят, это не курорт, это больница! Задача Церкви – помочь исцеляться от тех вот этих ран, болезней, которыми все мы охвачены! Исцеляться! Церковь, ещё раз повторяю, это больница, а не курорт! Многие в Церкви что ищут? Утешение! Ну, верно! Церковь утешает верно! Но что такое утешение? Это слишком слабо! Требуется исцеление, а не утешение! Временное утешение – оно ничего не даст без исцеления! И вот семья-то оказывается самым, может быть, для подавляющего большинства людей лучшим средством, лучшей больницей исцеления своей души! И здесь вдруг соприкасаются два эго, два я своими страстями, своими привычками, своим эгоизмом! И вот здесь человек становится перед лицом самой священной, самой великой и самой прекрасной задачей, какой первая – увидеть в себе эти страсти! Когда мы живём в отдельности, это не так даже видно! Только соприкасаясь с другими людьми, мы можем что-то увидеть, что в нас живёт! Меня кто-то толкнул – я разозлился! Увидел, что-то не так сделал – я тут же осудил! Увидел у кого-то лучше – я позавидовал! В семье происходит куда более сильное и глубокое! Здесь уже идёт соприкосновение не просто внешнее, а постоянное, ежеминутное, если хотите! Встречаются все страсти обеих сторон! И вот здесь это действительно семья может стать, христианская семья, настоящей больницей! Настоящей больницей! Требуется христианство только здесь! Требуется что? Две вещи – первые и необходимые! Первое! Первое необходимое! Нужно увидеть, что действительно я больной! Меня не тронь! Моё самолюбие – это просто как обнажённый нерв! Моя лень! Боже, ты мой! Моё самомнение! Не прикоснись! Ох, как объективно посмотреть на себя! Здесь соприкасаясь! Я могу увидеть, кто есть я! До этого я бы даже и не замечал! И не обращал даже внимания на это! Ну, что он не обращал внимания! Я и так чувствовал, что я очень хороший человек! А тут вдруг оказывается, что я плохой! Представьте себе! И кто это говорит, что я плохой? Она! А ты какая! Она говорит, что это он-то такая дрянь! Перед чем мы? Какая картина открывается перед нами? Если хотите, просто новая и почти-почти неведомая, невиданная до сих пор картина! Я действительно остановлюсь верным! Ну, что же я взорвался-то ни с того ни с чего! С какой стати? Но почему я не должен сделать то-то и то-то? И так далее! Семья – это лучшее в земных условиях средство, при котором человек может увидеть самое главное, что для него нужно! Это увидеть! Увидеть! Знаете, что? Удивительная вещь! Увидеть, что он оказывается грешный! Грешный оказывается! Никогда не представлял этого! Но я знаю, что у меня один-два там есть кое-что! Есть! Есть! Но если бы этого не было, вот если это взять, вот так отложить! В общем, я, ну, прекрасный человек! А здесь одно за другим вскрывается! Семья при правильном, говорю, отношении, при христианском взгляде на себя, даёт человеку, наконец, увидеть, что, оказывается, он бедный, весь как непрерывный, обнажённые нервы со всех сторон! К чему не прикоснись только, он тут же вскрикивает и взрывается! Это великое благо, которое приносит семья! Наконец-то он начинает видеть себя, кто он есть! Ведь вы же знаете, мы все знаем, самое страшное, когда мы говорим человеку, у вас серьёзная болезнь! У меня? Может, у вас? Вам надо в больницу! Идите сами! Самое ужасное, когда я не вижу, не признаю и не хочу признавать, что я болен! Семья открывает вот это первое и очень важное, важнейшее! Почему оно важнейшее? Кстати, оно важнейшее ещё и потому, что вот мы все говорим – Христос пришёл, пострадал за нас, Он нас спас, Он наш Спаситель! Так подумаешь, Спаситель! Хм! Ну, соседку мою, конечно, надо спасать, потому что такая змея! Ух! А меня-то что? А меня чего спасать? Я, в общем-то, ничего, человек! Вы слышите? Человек здесь только по мере того, как начинает видеть себя, открывается Ему, что, оказывается, Ему Христос нужен! А почему нужен? Не только потому, что я увиделся уже не одно-два, а десять-двадцать! Не только потому, что увидел, а ещё увидел нечто худшее! Увидеть это уже страшно! А когда ещё я увидел другое, я всё решил – всё! Больше я ни разу не вспыхну! Сдержусь! И тут же она мне подкинула! Я весь до потолка взлетел! Или он мне! То есть, я не только уже вижу, что во мне есть, а я увидел другое! И я скажу вам, это самое печальное, самое страшное! Я никак не могу справиться с собой! Не могу! Не могу избавиться от этого! Что делать? Пытаюсь, кажется! Хочу! Потому что понимаю, что если не бороться с этими вещами, то вообще во что превратится вообще наша жизнь? Что это будет? И вдруг при всех попытках видит, что проваливается у него это дело, он убеждается, что, оказывается, искоренить страсть никак не может! Он вот «я держусь! Держусь!» Некоторое время не вру! А тут раз – и наврал! Не буду тщеславиться! И тут же такую произнёс себе Панигирик, что, Боже мой, лучше и не надо! И так далее! То есть, семейная жизнь, брак, оказывается, даёт возможность, во-первых, увидеть, как мы мягко называем свои недостатки! Ну да, недостатки! Лукавство – это недостаток! Конечно, да! Ложь – это недостаток! Враньё! Ничего себе! Зеленеть от зависти – недостаток! Ненавидеть кого-то, не взлюбить – это недостаток! Разве это недостатки? Надо же понять, что каждый грех – это есть не что иное, как равносильно тому, что взять и ударить себя по голове палкой! Или нож всадить себе в бок! Вот что такое грех! Вот что такое грех! Но это обязательно... Это же самое важное! Потому что у нас мы так это привыкли очень ловко! Грех – это я перед Богом виноват! Кстати, католическое! Вот вам католицизм! Я перед Богом виноват! Как же правило нарушил на дороге? Я виноват там, ГИБДТ! Да нет! Бог дал законы нашей жизни! И говорит, человек, я тебя предупреждаю! Предупреждаю чем? Заповедями! Предупреждаю тебя – не делай так! Ты себе вредишь! Ты себя уродуешь! Вот ведь, что такое заповеди-то Божии! Он дал... Господь дал законы! Дал предупреждение! Указал на многие заповеди – смотри, будь осторожен! Не делай другому того, чего не хочешь себе! Ни в коем случае! Ну, я ему-то негодяю! Ему же надо сделать всё-таки, да! Как это не сделать ему? Так вот, семья, оказывается, это изумительное... Изумительным просто, если хотите, ну, средством, что ли, местом, в котором человек может увидеть правильно, разумно смотрящий на себя, увидеть свои страсти, свои грехи и увидеть, как я не могу с ними справиться! Не могу справиться! И как же быть? Если вы обратитесь к другим религиям, то вам скажут – ну и точка! Ну и точка! Что говорит христианство? Нет! Не точка! Христианство! А начало! Христос есть действительный Спаситель! Начни обращаться к Нему с молитвой! С молитвой! Ещё с молитвой не о всяких внешних этих своих делах, о событиях наших жизненных, об успехах и так далее, и о здоровье! Нет! О молитве о том, Господи, прости меня и помоги мне! Я не могу! Помоги мне! Опыт! Ни одного человека, ни десяти, ни ста, ни тысячи, ни сотен тысяч! Бесконечное множество христиан показало, что, оказывается, искреннее покаяние, именно искреннее покаяние, сопряжённое с посильным понуждением себя к исполнению заповеди, но ещё раз повторяю, искреннее покаяние, оказывается, необыкновенно сильным средством является в исцелении моей души! Но исцеляется душа как? По мере действительно осознание мною того, что я действительно никак не могу! Знаете, как называется это осознание? Смирение! По мере смирения вот этого осознания, видения и осознания собой, оказывается, Господь помогает! Опыт, говорит, бесчисленные! Бесчисленные просто множество раз! Скажу прямо, христианство – это экспериментальная наука! Это опытная наука! Это опытная наука! А не какая-нибудь! Причём опытная, опытная, которую может пройти любой человек, любой христианин! Простой пример приведу! Очень важный, кстати, в нашей жизни! Но у кого из нас не бывает таких случаев, когда приходится очень переживать? У всех! Что делать? И кажется, всё! Всё! Ничего нет, никаких внешних способов, чтобы избавиться! Человек страдает, переживает! Что делать? Христианство даёт средства! Средства избавиться от этого! Причём полностью избавиться! И не только избавиться! Скажу больше! Какое-то средство! Оказывается! Вот скорбь! Действительно, большая скорбь! Тяжёлая скорбь! Что делать? Начни, человек, вникать и понять, и осознать, и сказать, «Господи! Я достойное по своим делам получил! Не потому, что этот негодяй мне подстроил! Не потому, что обстоятельства так случились! Не потому, что на меня вирус налетел какой-то! А, Господи, я достойное по делам своим получаю! Тот, кто действительно искренне посмотрит в свою душу и действительно может искренне сказать, что достойное по своим делам я получаю! Господи, помилуй меня! Тот человек, если он будет вникать в это, повторять будет это, не как-нибудь, я подумал, решил и всё! Нет, нет, извините! Лечение требует непрерывного процесса, а не одной примочки! Господи, я достойное по делам моим получаю! И, и с понуждением вопреки своей души, вопреки своему сердцу, вопреки своему желанию, и говорит, «Господи, слава Тебе!» Сколько раз? Сто тысячу! Не считайте, а попробуйте! В наших руках средство освободиться от той тоски, от того отчаяния, от той боли, которая присутствует в нашей душе! Присутствует! Опыт говорит, ещё раз повторяю, не рассудок, не этот компьютер, не какие-то вычисления, а опыт говорит, что человек, который так будет при скорби, действительно, говорит, достойный Господи по своим делам! Я знаю, кто я! Другие не знают, что во мне! А я-то знаю, что во мне! Что я думаю о других людях! Что я хочу другим людям! Как я отношусь к другим людям! Никто и не знает! Я-то знаю, сколько гадостей в моей душе! Господи, достойно и по делам своим я получаю! Слава Тебе! И вот, и вот, если человек вот так будет себя вести, так будет непрерывно, насколько хватит у него сил непрерывно повторять, Господи, слава Тебе, благодарю Тебя, то не просто пройдёт даже вот это страдание душевное! Не только пройдёт, а ещё радость хлынет в душу того человека! Вот посмотрите! Когда нам какое-то лекарство обещает, мы тут же хватаемся и можем выпить любую гадость! И сколько её глотать даже! И какие только эксперименты над своим бедным телом не производить! Лишь бы вылечиться! Здесь то, с чем мы соприкасаемся постоянно в нашей жизни, что не требует от нас никакой химии, никаких больниц, никаких врачей, никаких этих внешних пыток, требуется только одно! Но! Что требуется? Что требуется? Достойное по делам моим получаю я! Ой, как это трудно! Это я-то достойное! Этот негодяй мне это сделал! Так кто достойен? Он или я? И он паршивец, благоденствует! Я достойное по делам! Вот он! Самый трудный труд, который человек может сделать над собой и который принесёт ему благо! Я просто привёл этот один пример, который очень важен нашей жизни! Этот пример, на самом деле, является просто иллюстрацией! Иллюстрацией того, что может быть человеком, когда он в семье, в семье начнёт, попытается, будет прилагать свои силы к тому, чтобы бороться со своими страстями на пути этой борьбы, которая заключается, во-первых, в видении своих грехов, в осознании того, что действительно я ну никак не могу сам справиться, на обращении к Богу с молитвой, так? На этом пути происходит постепенное затухание страстей! Постепенное их... Ну, искоренение уже трудно в наших условиях сказать! Это очень трудно! Но, по крайней мере, украшение этих страстей семья в этом отношении является великим благом для человека! Здесь происходит самопознание! Здесь происходит, даётся почва оснований для обращения к Христу Спасителю! Здесь только, на этом, только на этом пути в семье может возникнуть мир! Это величайшее благо для семьи! Ибо там, где нет мира, там ничего нет! И... И... ПОДПИСМЕНТИВАЮТСЯ! И... Субтитры подогнал «Симон»! И... Продолжение следует...